Впереди показался, наконец, поворот на Малую Бронную. Я принюхался. В морозном воздухе разливался едва уловимый запах гнили. Именно отсюда, насколько я понимаю, когда-то начинались болота, растянувшиеся по загородью на несколько километров. С каждым моим шагом гнилой запах усиливался, становился все гуще и слаще. На углу Большой Садовой и Малой Бронной запах был уже совершенно невыносим. Я почувствовал сильнейшие спазмы в желудке, и в этот момент вдруг понял, что тошнит меня не от отвращения, а от голода, и что пахнет вовсе не гнилью. Из стоящего на углу здания пахло очень свежей выпечкой, пропитанной ромом с добой, жирной кремовой начинкой, горячим шоколадом, запекшимся изюмом и печеным яблоком. — Пекарня кондитерская «Волконский», — гласила вывеска. Окна у пекарни были во всю стену. На стекле висело жизнеутверждающее объявление «В кондитерский дом «Волконский» требуются активные, целеустремленные и коммуникабельные молодые люди на должность продавца-консультанта». В витрине «Волконского» красовались расписные полотенца, белые тарелки, пластмассовые бублики и резиновые колосья пшеницы. А там, внутри, в теплом электрическом уюте, пышногрудые цареустремленные тетки снимали сладков, рассовывали по кулькам, заворачивали, протягивали, продавали, совали настоящие булки, булки, булки. Плюхи, как любила выражаться моя Даша. Такие мягкие, такие свежие, такие хрустящие, такие сладкие. И я подумал, глядя в эту золотистую сдобную сказку из темного холода улицы, я подумал, ну что с того, если я просто зайду и погреюсь? Я ведь ничего не возьму, ничего не нарушу. Я ведь помню закон «В чужом доме ничего не бери». На убранство не зарься, к нарядам не прикасайся, яство ко рту не подноси, а коли что возьмешь, зато потом по гроб служить будешь. И я вошел туда, уже зная, конечно, что не сдержусь. Густой и приторный запах пекарни шибанул в нос, сразу облепил лицо, как теплая сладкая вата. Охранник при входе, зачем охранять булки, с большим квадратным туловищем и неожиданно тонкой шеей, взглянул на меня так внимательно, точно и впрямь увидел. Губы его ровно посередине, снизу вверх, перечеркивал красноватый шрам. У прилавка толкались дамы в мехах. Одна из них, в рыжей шапке, со свисающей на шею лапой мертвой лисицы, и в чудовищном розовом шарфе, истерично требовала отвесить ей триста, ровно триста, именно триста, я сказала, грамм каких-то дантелей. Плюхи вообще назывались здесь очень странно. Монш, дантель, чабата, курон. Толстая продавщица, обряженная в холщовый наряд с изображением пшеничных колосьев, подняла на даму тусклые злые глаза, рассеянно улыбнулась останком мертвой лисы, покорно извлекла из бумажного кулька лишний дантель и отложила в сторонку. Я торопливо протиснулся к прилавку. Дантель лежал очень удобно. Только протяни руку и... Спиной и затылком, в особенности с затылком, он вдруг снова очень сильно заныл. Я почувствовал, что позади меня кто-то стоит. Кто-то. Не человек. Но и не мне подобный. В порыве отчаяния, съежившись, втянув голову в плечи, я все же схватил с прилавка вожделенную булку, крепко сжал в руке. Хрустящая маслянистая корочка тут же растрескалась, пальцы ткнулись в теплую клейкую мякоть, а потом уже обернулся. Собственно, это был тот самый квадратный охранник со шрамом. Он пристально смотрел на меня, ну, то есть, конечно, сквозь меня, на продавщицу, но взгляд у него был такой морозно-голубой, такой ясный, такой пронзительный, слишком пронзительный и ясный для охранника булок. Такой взгляд я видел только однажды, у тех, кто приходил к нам в дом много лет назад, у тех, в больших сапогах, истекающих грязью, у тех, с ордером на обыск и на арест. — Ольга, у вас с прилавка упало кондитерское изделие, — сказал охранник продавщицы и холодно-вежливо улыбнулся. Улыбка получилась скверная. Растянувшись, губы его вдруг побледнели, как будто вовсе исчезли с лица, шрам же напротив стал ярко-алым, кровавым. Продавщица испуганно нагнулась, выискивая взглядом злосчастный Дантель. — Курица безмозглая! — злорадно прошипела дама в лисьей шапке, глядя на отклячившую зад продавщицу. — Тут ничего нету, — жалобно констатировала продавщица. Вцепившись в кондитерское изделие, я быстро протискивался к выходу. — За пропавшее или украденное изделие придется заплатить, — спокойно сказал охранник. Я снова почувствовал боль в затылке. Точно он сверлил меня взглядом, точно он обращался ко мне. — Он не мог меня видеть, — убеждал я себя, выходя из пекарни в холодную стылую морось и впиваясь зубами в плюху. — Не мог, никак не мог, и вовсе мне не придется платить. — Эта пекарня явно покинутое место, без хозяина, а тем более уж без... без такого, как я. Так что некому будет с меня требовать. Ничего страшного, ничего не случится. Свернув за угол на малую бронную, я еще раз оглянулся на пекарню. И тогда вдруг заметил в витрине то, чего не было видно со стороны садовой. Там, за стеклом, стоял маленький гномоподобный человечек в черном картузе, расписной белой рубахе, шароварах и лаптях. В руках он сжимал большую заскорузлую краюху и непрерывно, с безразличным механическим упорством, клал ее на маленький деревянный столик, стоявший рядом с ним, и снова поднимал, клал и поднимал, клал и поднимал. «Просто заводная кукла», — сказал я себе, но все же подошел поближе к витрине. Этот гномик меня чем-то насторожил. У него было тяжелое, скуластое, румяное лицо резинового пупса. Русые синтетические кудри выглядывали из-под картуза. Глаза! Вот именно глаза-то его мне и не понравились. В них стояла мертвая морозная голубизна, но при этом они жили, эти глаза. Чуть сощурившись, они глядели прямо на меня. «Ты просто кукла!» — громко сказал я в витрину. Его пухлый малиновый рот медленно растянулся в улыбку, отчего резина от верхней губы до самого носа расползлась по шву. Там, в образовавшейся дыре, зияла красноватая пустота. «Изба с углами в углах иконы», — беззвучно сказал его порванный рот и улыбнулся еще шире. Нижняя губа тоже треснула, лоскут бежевой резины свесился на подбородок. Теперь его лицо стало издевательской, гротескной копией лица охранника, и я понял, кто он. Пекарня Волконский не была покинутым местом. Языком я осторожно загнал кусок недожеванной булки подальше защику, но он заметил. Он, конечно, уже заметил. Так и не проглотив булку, я согнулся перед витриной в низком поклоне и сквозь зубы сказал слова, которых он от меня ждал. «Хозяин, господин, я твое взял, ты мое возьмешь. Аминь». Когда я поднял голову, он уже не смотрел на меня, а просто сосредоточенно размахивал своей краюхой. «Папа, посмотри, какие страшные человечки!» — пропищала рядом со мной маленькая девочка, которую волочил за руку мрачный прокуренный тип. «Я к кому, — сказал папа, — шли бы рыра, а то сейчас по жопе получишь!» — лениво ряфкнул папа. «Какие еще человечки?» «Ну вот смотри, вот же они, подожди! Ай!» «Я тебя предупреждал!» «Ну что, будешь мне еще человечков придумывать?» «Не буду». «Ай!»